Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Как я и обещал, май на канале Сумерки Богов в новом формате будет посвящен моим берлинским впечатлениям. Я думал, в каком виде вам представить все то, что я успел посмотреть в столице Объединенной Германии. Может сделать дневник и говорить о том, что я видел и слышал в режиме хроники. Или сделать один обзор всех спектаклей. Но в конечном итоге я решил сделать три оперных портрета Берлина, чтобы представить три берлинских театра. Все они разные, в том виде, в каком я застал их сейчас. Ну и вспомнить, как они пришли к этому устоянию. И, конечно, пару слов сказать об их будущем. В общем, три выпуска в мае будут точно посвящены трем берлинским театрам. Но не только будет выпуск и о концертном исполнении Пиковой дамы под управлением Кирилла Петренко. И о концерте Григория Соколова. Ими я разбавлю мои рассказы о театрах. В общем, по-прежнему благодарю всех, кто не оставил канал в эти тяжелые времена. И обещаю, что здесь тоже будет не скучно. Начать берлинскую портретную галерею оперных театров я хочу не с самого старого театра, а с того, что был организован в Шарлотенбурге, который тогда не был Берлином, еще до начала Первой мировой войны. То есть ровно 110 лет назад. Сегодня этот театр называется Deutsche Oper, немецкая опера Берлина. И издание, в котором он выступает, открыто в 1961 году. Оно до сих пор вызывает много вопросов по части архитектуры. Хотя надо сказать, что вот этот послевоенный немецкий лаконизм очень удобен для театра, где много света в фойе. Очень простая навигация. Зал удобен для зрителей практически в любой точке. Тут очень мало плохих мест, мне кажется. При этом можно купить билет за 20 евро и прекрасно сидеть, все слышать и видеть. Понятно, что после войны это была сцена, которая во всем противостояла государственной опере, оставшейся на территории восточного Берлина. И этот театр во многом связан с именем Герберта фон Караяна, который наряду с другими важнейшими дирижерами Запада делал этот театр привлекательным и звездным. Но для нашей истории, наверное, главное имя – это Гетц Фридрих. Он был выходцем из гнезда великого Вальтера Фельденштейна в комише опер, но в 1972 году остался на Западе после гастролей, ставил в Лондоне, Гамбурге, Стокгольме, а с 1981 года и до самой смерти в 2000 году возглавлял Deutsche Oper. Если вы бывали на гастрольных спектаклях советской поры, то постановки Фридриха несколько раз привозили в Москву, последним был, кажется, стокгольмский Луенгри. Гетц Фридрих по влиянию на театр в своей стране, ну и да вообще на европейский театр, можно сравнить с Отошенком, Франко Дзефирелли, ну или Борисом Покровским. Он был одним из двух-трех режиссеров, на которых оглядывалась вся немецкая оперная режиссура после смерти Фельденштейна в 1975 году. Фридрих стал тем мостиком, который соединил стремления театра старого, склонного к историзму и общей красивости, и новых тенденций мирового театра, которые на оперной сцене по понятной причине приживались сложнее, дольше, труднее. Сегодня некоторые из его постановок до сих пор в репертуаре театра, и выглядят они, конечно, старомодно. Впрочем, и публику собирают такую же из числа тех, кто любит повторять «а вот раньше». Ну и немного туристов, конечно, как без этого. Тем более пандемийные ограничения снимают. После смерти Фридриха театр, кажется, так и не обрел своего собственного лица. Да и не просто это сделать, когда в городе существует очевидная конкуренция между оперными институциями, а власти некоторое время назад даже думали о слиянии оперных театров Берлина в один. Но все же не стали этого делать, прекрасно понимая, как важно в искусстве сегодня разнообразие подходов. Что как раз не понимают у нас, но это происходит от того, что в России так и не выработаны критерии качества культурного продукта. И, как и в массовом искусстве, сегодня таким знаком качества является известность музыкантов или худруков в мире. Теперь, похоже, и этот критерий перестает работать, но других все равно нет. Deutsche Oper в Берлине как раз демонстрирует, что театр может существовать, когда его не возглавляет известный дирижер или режиссер, как в других театрах. Этот театр в столице Германии единственный работает по модели во главе с интендантом, у которого нет своих собственных художественных амбиций, но есть видение процесса и контекста. Дитмар Шварц, чей контракт продлен сейчас до 2025 года, делает ставку на режиссерский театр и молодых звезд. Впрочем, не он один. Это происходит зачастую там, где бюджета на одних раскрученных певцов не хватает. В театре на Бисмаркштрассе есть свои представления, чем отличаться от других опер в Берлине. Ну, то есть, в мировую историю надо входить, и не только, скажем, студенческими волнениями, которые начались в Германии, именно после того, как в мирной демонстрации перед Deutsche Oper, который посещал иранский шах, погиб невинный участник. И не тем, что здесь 21 год назад, прямо за пультом, умер выдающийся итальянский дирижер Джузеппе Синополи, дирижировавший Аидой. Его Италии сейчас очень не хватает, да и всем нам. И уж точно не политическим скандалом, связанным с постановкой и Доминея Хансом Нойнфельзом, который чуть не отменили, решив, что она оскорбляет чувства мусульман. Этот случай я подробно описывал в феврале в ролике памяти Нойнфельза, который недавно ушел из жизни. При Шварце театр показал немало мировых премьер, интересных новых постановок, которые привлекали сюда меломанов больше, чем туристов. Перед пандемией я делал ролик об уникальном Мейерберовском проекте, в рамках которого прозвучало несколько опер, некогда популярнейшего французского композитора, а сегодня практически забытого. В Deutsche Oper не придерживаются нынешней моды на барокко, зато вовсю ставят Верди, Вагнера, Штрауса, а также редких немецких композиторов. Одним из знаковых проектов пандемийного двухлетия в Deutsche Oper так совпало стала постановка тетралогии «Кольцо Нибелунга» Вагнера, для которого театр нашел много возможностей пригласить мировых звезд, вроде Нины Стемми на партию Брунгильды. Проект был поручен режиссеру Стефану Херхайму, который в последние годы стал одним из самых скандальных оперных режиссеров мира. Постановка тетралогии, правда, оказалась довольно беззубой. Херхайм «Красные линии» провел через четыре спектакля рояль как основную музыкальную единицу при сочинении любой оперы, а еще сотни старых чемоданов и разномастную массовку в современных одеждах, передав тем самым привет знаменитому «Кольцу столетия» постановки Патриса Широ в Байроте в 1976 году. Полная запись новой тетралогии выложена на сайте театра до середины мая, и вы можете ее посмотреть. Ну, хотя меня всегда тошнит, когда на сцене кто-то изображает, знаете, такую безмолвную игру на рояле вот такими прямыми руками. Но у Херхайма это было и в его легендарной «Пиковой даме», где под видом Елецкого был выведен сам Чайковский, который все время или якобы играл на рояле, или еще больше размахивал руками, изображая процесс музыкального руководства. Добавлю также, что в историческом музее Берлина идет довольно любопытная выставка «Вагнера и чувства немецкого». О творчестве создателя уникальной тетралогии на выставке рассказано в контексте создания объединенного немецкого государства. На фоне подъема национального самосознания, патриотизма, но также шовинизма и антисемитизма. В общем, если кто-то собирается в Берлин, то сходите на эту выставку, которая будет открыта до 11 сентября. Полную версию обзора вы сможете посмотреть на канале «Сумерки богов» в новом формате на платформе «Бусти». Ссылку вы найдете под этим видео. Напоминаю, что с мая канал уже будет жить только на платформе «Бусти». Спасибо, что сегодня вы были с нами. Спасибо, что поддерживаете канал в эти непростые для блогеров времена. Впереди у нас много интересного и рассказы о европейской музыкальной жизни. До новых встреч на канале «Сумерки богов». «Сумерки богов». «Сумерки богов». «Сумерки богов». Правилка богов» «Сумерки богов» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok